Она ароматная? Она реально сейчас ароматная, кажется. Вау! Сливочная игра. Мы умеем готовить! Всем привет! С вами Юлия Рожев и Даниил Тегард. И сегодня мы снова готовим, и снова у нас связаны с макаронами, но сегодня у нас не лазанья, а паста в сливочном соусе и с курицей. И также мы еще десерт сегодня приготовим, шоколадный мусс. Для пасты нам понадобится, собственно, спагетти. Мы взяли вот такие вот. Сегодня мы не нашли пармезан, который угодил бы нашим предпочтениям по цене. Пришлось взять типичный российский. Российский, какой-то полутвердый. Конкретно сколько здесь по граммам, мы не скажем, будем смотреть на глаз. Ну, примерно грамм 100, наверное, здесь. Курица тоже, как бы, любое мясо можно, не обязательно курица. Мы взяли грудку. Можно, можно, хоть колбасу, хоть мясо, там, любое свинино, говядина. Мы взяли филе грудки куриные. И тоже тут на глазок у нас примерно 2,5 грудки. Сливки от 20% желательно. Ну да, чтобы просто повкуснее соус получился сливочный и погуще. По маслу точно скажу вам грамм 50. Нам нужно сливочного масла. Ну и, естественно, всякие приправы, там, перцы, перцы и всякие травы. Первым, что нам нужно, это сварить макароны, чтобы они были не такие сухие. У нас уже закипает вода, и мы параллельно, наверное, будем обжаривать курицу. Ждем, когда закипит вода. Распаковка макарон. Распаковка макарон. Хотите стрим на 24 часа? Распаковка макарон? Пишите в комментариях. А сколько примерно макарон? Поштучно. Опять же, наверное, нужно оглядываться на мясо. Сколько у нас мясо... И как? Оглядываясь на мясо, мы решили, что макарон примерно понадобится нам столько. Но мы... Короче, сегодня мы делаем всё на глазок. Не верьте нам, что мы будем говорить. Видите, у нас всё на глазок. Мы не говорим точных цифр. Мы очень неточны сегодня. Всё идёт спонтанно. А недалёкого мы иногда, да, как всегда, информация там вот внизу у нас под видео. Заглядывайте туда. Вода закипает, и мы уже можем опускать туда макарошек. Очень интересный процесс. Так, можно немножко убавить огонь? Так, макароны полностью погрузились. И теперь им примерно минут 10 нужно повариться. Товое погружение. То есть мы их не полностью разварим, потому что мы их ещё потом в соусе будем с курицей варить. Поэтому... Минут 10 засеки на своих классных часах, пожалуйста. Итак, макароны... Мы опять вас предупреждаем, мы готовим это впервые. Мы не знаем, что у нас получится, но надеемся, что никто не отравится. Чётко посмотрите. Да, поэтому мы, наверное, сейчас возьмём вот это вот всё масло. Сначала включим огонь. И отправим всё это масло, все эти 50 грамм сюда, чтобы оно растопилось. И в этом масле мы будем обжаривать курицу. Короче, пока топится масло, я сразу вариваю сюда курицу, и там уже так пойдёт. Вот как это выглядит. У нас есть приправа для мяса. Мясо... Курица – это мясо, так что приправа для мяса. Есть чесночок. Я не очень любил чесночок, но... Я опять не в том формате снимаю. Господи, поздно. Короче, криворукое видео будет, как всегда. Какие-то прованские травы, или итальянские, извиняюсь, итальянские травы, или немножко итальянские травы, и перец красный молотый. Короче, что-то очень много всего. Главное, чтобы у нас всё, именно курица полностью обжарилась и не была сырой, потому что если она будет сырая, вот это будет плохо. Курица белеет. Это означает, что она жарится. Класс. Как думаешь, когда настанет момент, когда нужно добавлять сливки? Сливочный момент. Наше познание в кулинарии очень обширное. Музыка иногда будет прерываться, потому что мы снимаем. Извините. Мы же... Мы же влагерь. С кулинарный. С углубо ограниченным бюджетом. Да. Смотрите, как она аппетитно выглядит. Все это пишет, да? Пахнет? Пахнет вкусно. С всякими приправками. Да, всякими приправами. Мы не можем передать вам запах, но... Так можно было курицу даже наложить, просто приправу наложить. Просто приправу, масло наложить, и будет пахнуть вкусно. Что, сколько добавлять? Так. Давай для начала миллилитров 100. Давай, влей. Ну, а теперь как я в Лондон. Да, нормально. О, боже, я перенеслась в Лондон. Итак. Сливки. Мы отлили пока 100 миллилитров. И отправляем это вот к курице. По сути, я так понимаю, оно же должно это все загустеть, да? Отлично. Это похоже на еду, даже телефон это распознает. Так что это точно аппетитно-съедобно. Ну, хотя бы вылит. Ну, хотя бы, да, вылит как еда. Что там по макаронам, Даня? Ты затекал. Время прошло уже. 40 минут, это будет еще одна минута, и можно вытаскивать. Я думаю, их уже можно вытаскивать, а не тут еще дойдут. Ну, в принципе, да. Макароны выключаем. Оф. И их нужно теперь слить. Я мешаю курицу. Класс. У меня в этом видео огромный рот. Макароны слили полностью. Просто мне кажется, это должно немножко загустеть, а оно не густеет. А вот. Оно тебе чем-то обязано? Будь вкусным и таким, как нужно. А, такая, какая она есть. Вот. Как ты думаешь, когда настанет время для макарон и сыра? Макаронный момент и сырный. И сырный момент. Ты сегодня просто блещешь познаниями в кулинарии. Давай сырка немножко и посмотрим, что будет. Просто посмотрим, что будет. Что будет? Что происходит? Жесть. Я тоже мешаю, да? Да мешаю, мешаю. Своим у нас сливочный соус. Уже озвучит, да? Не знаю уж, что делать. Пока я ничего не делаю. Ага. Ну, по меня не соревнования. Теперь я... Теперь он бьет. Рожимс. Всем привет. Дениал Тегерс. Я должна что-то облизывать. Да, мне нечего пока. Я всегда находил, что облизывать. Ты да, но я да. Вот она уже приходит в роль. Я уже не вхожу в роль. Пахнет вкусно. Слушай, сырный сливочный, соус и грудь. Оно не густеет? А оно что, телевизорно что-то густеет? Ну блин, я хочу, чтобы оно загустело. А оно должно густеть очень, да? Я предполагала, что да, но я не уверена. Явно лишним-то не будет, да? Сыр лишним не бывает. Тем более российский. Поддержим производителя. Отечественного производителя. Не, хоть снять что-нибудь надо, нет? Давай. О, смотрите, смотрите, как выглядит. Желто-белое, как яйцо. Картапа. Но на самом деле это курица, сыр и масло, и сливки. Это что было? Это пальчик и голова. Отойди, пожалуйста, ты не шарик. Можно катан. Нет, она еще жесткая. Что она делает, она проигрывается на ножом? Она еще жестковата. Жестковата? Как ты это почувствовала? Ножом. Я очень жесткая. Жесткая, очень. Не надо меня трогать, пока что ладно. Да. Дай мне поправиться немножко. Оправиться нужно. Оправиться после чего? На живого ранения? Ее жарят вообще-то. Что за музон? Такое главное. Ну важно, я включил просто музыку. Мне там какой-то непонятный по овощению депрессивный какой-нибудь возняк. Да, у нас сегодня депрессивная готовка. Когда у нас не получится, ну все. Можете поплакать вместе с вами. Вот, я понял, да? Что она делает? Я хочу, чтобы она запустела. Все хотят. Она парится теперь. Вы не паритесь. Она парится. Танцуй контент. Пока. Они сейчас слипнутся. А ты не добавляешь туда? Нет. А ты добавляешь? Я добавляю, и они засыпаются. Они сейчас разлипнутся, наверное. Ты их попросишь, конечно? Ну, я же их в масло положу. Я же их в масло положу. Они у их хоть и короче. Я думаю, что можно уже туда макароны отправить. Почка России. Ты там? Могут? Нет. Не реально, а вот будет. Не, оно не столько было горячее. Я пожалела. Короче, варить макароны, да, и взять просто с коробой. Надо отправить макароны. Это до фигни. Значит, у нас все очень хорошо. Итак, мы добавили макароны. И что-то все... Не разлипается. Надо сейчас хорошенько перемешать. Вот теперь... Вот видишь, макароны впитали соусом. Может быть, еще сливок? Как ты думаешь? Может быть, мы счастливы. Или да. Не знаю. Я думаю, здесь и так все довольно-таки. Так, кашка, кашка, кашка. Сверху, вид сверху. Снизу, вид снизу, вид под. Главное теперь вообще-то, чтобы курица прожарилась. Можно попробовать кусочек. Снимите. Давай, конечно. И там. Нет, я не знаю, как это курица скользится. Что-то мне в рон ее отпрашивает, она еще горячая. Дуй. Я реализую? Нет, а что-то узнаем. Да, нормально. Она уже не такая горячая. Это будет с крупным планом. Ну что, жесткая? Нет. Ты думаешь, она готова? А как на вкус? Как вкусно. Мы сейчас у курицы так что-то сажали. Что страшно? Стоп не тучится. Что ж за... На силиконе курица скользит. Вывод с сегодняшнего дня. Вывод вообще-то в жизни. Что она делает? Она вылавливает курку. Ну как? То я еще щекаю. Она мягкая, нежная. Ну я бы еще чуть-чуть сливок добавила и дала бы всему этому попариться. А мы пока десерт будем делать. А не слишком мне будет молочный все. Сливочный как-то. Ты сейчас чувствуешь что-то сливочное? Прям гиперсливочное. Нет, наверное, мне кажется, мне будет не хватать. Мне будет как-нибудь в паре правду. Не знаю, что-нибудь такое. Можно еще посолить немножко. Мы не посолили, мы только махароны солили. Соль, не люблю соль. Посмотри, там, чуть-чуть. Выбери еще, можно еще посыпать. Можно еще что-нибудь посыпать. Посыпь ты. Ну типа, ты же что? Чего ты не осыпалась? Кавказские травы? Кавказские травы не осыпала. Я осыпала итальянские травы. Ну вообще. Я против Кавказа, видимо. Сама достойная Кавказа. Не слушайте меня, я не пропала. Ты тебя смотрит только Кавказ. О, да, конечно. О, кстати, красиво смотрится. А я что? Ты можешь зафотать. Это выглядит вкусно и на вкус, я надеюсь, тоже вкусно. Я сейчас все перемешаю и испорчу эту курицу. Это у нас кавказские травы. Это макароны. Это сливочная курица. Там по внизу еще такое сливочное соус. Да-да-да. Все круто. Как на аромат? Как на аромат? Вкусно. Пахнет всякими травами. Волосы тут. Да, надо было бы волосы убрать, но будет некрасиво. Перед готовкой не забывайте снять парик. Спасибо. Последний за мной. Ладно, все, давай. Что ты делаешь? Я зажалась. Не надо. Зажимайте оппонентов, которые готовят с вами. Запомните его. Так, сливки брать. Что это за веселье началось у нас с апрессивной осенней напуском? Пошли, цифры? Повтори еще раз. Пошли или нет? Да-да-да. Вы этого не видели. Макароны, нашу пасту, я выключила уже, чтобы вы знали. Какое-то слишком веселое видео уже получилось. Что-то мы брустили. Мошка летает по апельсину. Для шоколадного мусса нам понадобится апельсин, его цедра и сок. 4 яйца, 200 грамм шоколада, но у нас будет немножко больше. Мы взяли бабаевский темный со вкусом грейпфрута как раз. У нас все будет такое цикрусовое. И Аленку, просто потому что он молочный, а тот темный, чтобы было сладенько, вкусненько. Аленка просто потому, что она такая классная. Классная Аленка. Немножко масла и немножко сахара. Все увидите. У нас сейчас опять тут будет почти на глаз. Сейчас засуну, у тебя руки там закроют. Не надо. Стой, сейчас задание. И тут уже идентирация просадки. Сушуришь яйца, зачем? Тазик. Для шоколадного мусса очень эстетично. Вы видели в это дно наше видео без тазов, нет? Тазик всегда нужен. Тазик всегда нужен. Голубой хороший таз радует глаз. Смотри, пожалуйста, у нас к полотенце. Быстро. Я держу яйцо, которое поранено. Нам нужно отделить белки от желтков. Какие разные яйца, хотя из одной коробочки. Одно яйцо прям желтое, а второе оранжевое. Не хочешь убить сердце? Я всегда хочу все-таки. Здесь есть... Что? Скорлупа. Скорлупа. Ее нужно удалить, ее теперь удалить. И дальше куплю. Да? Ты думаешь? На, попробуй удаляй. Я хотел не спробовать. Ну, я понимаю, что... Вот только так. Он это сделал! Ломаем на кусочки шоколад. И отправляем его туда к ваше. Нет, сюда, ко мне. Ты че? Дурак. Все твоя логика. Вот так вот это. Можно еще? Было бы неожиданно, если взять он нельзя. О, хорошая песня пошла. Давай, не хочет. И немножко сахара, несмотря на то, что у нас шоколад сладкий. Мы добавим еще сахара. Две ложечки. Теперь все это мешаем, чтобы она топилась. Взять это пи, я буду девать все-таки. Сейчас будет не слышно хорошую песню. Просто знайте, что она хорошая. А это раз и не потом нагуляются? Нет. В общем, белки у нас должны примерно такими стать. Не совсем густыми, но побелись, увеличится в объеме. Шоколад там тоже растопился. Сейчас мы поближе снимем. Это вот то, что у нас с белками получилось. И желтками. Ну, желтки еще не готовы. Мы сейчас апельсинками не будем. А тут шоколад. Ну, типа, вообще стоило бы на водяной бане все это разогревать, чтобы оно не такими комочками было. Но, в принципе, оно сейчас все смешается и будет лучше. Там кусочки ореха и грейпфрукта. Грейпфрукта, да. В общем, как-то так. К желткам нам нужно сейчас добавить цедру и потом апельсиновый сок. Терем немножко цедры. Вот столько цедры. Очень безжалостно. Косточка упала. Я тогда не приготовила. И полезно, конечно. Ну, может быть, не заразный. Союзовый сок направлять. Нет, если вы готовите для каких-то супергостей брезглингов, то лучше так не делать, как я. Ну, не хорошее. А, тогда не сойдет. Нет. Это мы выкинули же, наверное. Никто это не будет выедать. Это же консиль. Он же... Ладно. Косточки можешь грызть, можешь покидать. Можно сделать лучшее, что хочешь. Ладно. Нормально. Крупный план. И это все сейчас надо заполтать. Довольно не могу быть. Чтобы желтки вышли из своей оболочки. Выходите. И желтки мы добавляем к шоколаду. Ну, и перемешиваем шоколад с желтками. Ну, чем занимаемся в видео? Юля, вы сам готовы? Да, я в основном, что выжу. Ну, да. Собственно. На нем я просто проверяю. Поврят человек или нет. И если все норм, то точно, но с ним тоже есть. Логично же логично. Все это отправляем в руках. Лучше все делать силиконом лопаткой. Силиконом лопаткой это вообще такая вещь классная. Она прям все без остатка забирает с собой. И мы все это перемешиваем теперь. Вот шоколадный мусс я уже делала до этого, так что в этом рецепте я уверена. Тут все вкусно. Единственное, чем опасен в этом рецепте, это то, что здесь сырые яйца. А сальмон и лес никто не сменял. Поэтому тщательнее выбирайте яйца. Ты теперь здесь? Да, ты теперь здесь. Погоди. Блин, я бы достать. Что, достай? Супчиком наливает, как он называется? Черпак. Ищи его там. Поварешки. Ну, типа поварешки, да. В общем, в итоге у вас должно получиться бутылковой консистенции и на вид блюда. Это шоколадный мусс. Здравствуйте. Здравствуйте. Данит, конечно, подставляет лицо. Можешь обнизать вот это. Наши. Я вырежу. А может и нет. Смотри, какое у меня будет настроение. Что у меня вообще там с помадой? Какая разница. Бар. И нам нужно отправить этот мусс в холодильник хотя бы на полчасика, потому что когда он холодный, он вкуснее. И, конечно же, вы можете при подаче украсить там взбитыми сливками, еще чем-нибудь фруктами, если вам это не нравится. Сейчас мы здесь все приберем, накруем на стол, будем пробовать есть и вам все покажем крупным планом. Но сейчас, конечно же, крупным планом Даня. Я не могу. Надеемся, вам понравится это видео. Поставьте лайк. Какая сервитажка. Подпишитесь на канал и на инстаграм. На все подписывайтесь. Мы желаем всем вкусного ужина. Всем удачи, всем пока. Хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok